здесь просто сегодня блять вечер сложных вопросов блять но это долгий вопрос чувак вот если бы ты прям задался им сейчас бы мы бы расписали чё было сколько вы общались из-за чего вы расстались кто причина в том что вы расстались там бла-бла-бла-бла то есть ну блять опять сейчас пример то есть ты абстрактно поверхностно спрашиваешь ответа вопрос на который не нужно дать точный ответ блять как как какая вот начать как пример сейчас погоди так привернуть бывшую девушку не я хочу ему до пример какой-то привести нет или не знаю там телевизор сломался у него много всякой херни которая могла бы сломаться да вот он мог упасть он мог сгореть могло там скачок напряжение этому мог кто-то не знаю нассать на него по пьяни и там вода попал и ты говоришь да и ты говоришь чувак как мне починить телевизор то есть одну iphone не работает тебе с первым делом спросят в ремонте а чё случилось там а вы там ну как бы вы его роняли вы его там не знаю что ну как бы почему не работает он просто перестал работать соответственно с моей стороны к тебе должны какие-то наводящий вопрос ну хорошо но я просто к тому что сейчас вот блять это полемики на целых два часа но и какой-то вопрос то есть как сказать ну блять не конкретный в чем смысл жизни как вернуть личную девушку личную бывшую женщину что еще давайте какие-нибудь еще вопросы ребят расскажешь так вопрос ты много фобии я так понял что было да ты вообще ставишь до сих пор да и сейчас когда как ты будешь из пикапа но не идешь куда-то в бизнес вот переход это твои страны есть что-то не фортамент что-то не получится все а чё ты хотел сказать нечего как ну как бы и вопрос в чем что если страхи что что-то не получит есть но столько денег сколько проебано мной на всех их гениальных маркетологов в этом году то есть ну ну как бы смотри вот мы недавно с николаем фурсовым общались там попал но это очень крутой чувак очень хороший специалист в плане этом создание отдела продаж и прочего 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 и он горит ну ты же бизнесмен тип того ты же понимаешь что гарантии никаких не игра какие гарантии например ну там мы хотели посотрудничать сейчас еще этот вопрос открыт он говорит ну какие тебе нужны гор ты же понимаешь что гарантии никаких нет чувак ну как бы просто вот и вот это опасение оно не связано сам с кем-то фобийными страхами чем-то еще ну то есть все чего-то боятся но просто блин можно сидеть на жопе ровно можно рисковать просто рискуй так чтобы у тебя это было не последняя денежка там какая-то не знаю у меня есть такой чувак стас ну как бы это брат моего лучшего друга когда мне на чет по деньгам решить я всегда к нему обращаюсь и вот у него там такая философия что то есть столько-то процентов ты должен инвестировать столько-то то-то столько-то то-то то есть и но у него всегда есть какое-то понимание сколько он может отдать денег чтобы ну как бы если даже они куда-то там например там в трубу улетят чтобы он сильно особо не расстроился чувак зарабатывает 1,8 чистыми в месяц сейчас может больше уже не я про стас у меня есть такой чувак стас как бы вот он нормально зарабатывать кстати да у меня книжка тоже рекомендовал давайте вопросы ребят про клубы икра ну как более конкретизирует какой-то вопрос ну смотри еще раз это тоже абстрактно например там не знаю там и там ведь она там не у него не увозится она не хочет вообще еще что-то ну то есть как бы какой-то более конкретным но я где тебя понял о чем-то то есть как бы тебе нужно еще какие-то штуки из клубных этих может ему джонни сапор на посмотреть про это а посмотри знаешь кого вот мне вот он тебе прямо интересные штуки расскажешь об сейчас на это время не тратить бля забыл как его зовут олег луканов артега есть такой чувак в украине но он тонн толковые вещи говорит вот там у него есть прям видосы в ю тубе что-то там типа знакомства в клубе там что-то в клубе и там вот дофига таких фишек то есть вот прям клубных я просто ну как бы не любитель всей этой темы то есть ну как я там делаю то же самое что и на улице только единственное что там телефон записывать у кого-то бесполезно ну то есть там должно бы от тебя должно прям веять вот этой непривязанностью что ты туда пришел тусить а не выцепить себе девку то есть когда ты пришел туда чтобы цепануть себе девку это очень сильно палится и читается смотрится стороны и допустим вот у нас недавно был в джагере такая история когда девка сама на склеила с саньком а ты ж был тогда с нами вот это губастая помнишь который он все равно потом наклонила в ходу утра но она прям сама открывалась то есть она была с каким-то другом там итальянцем электрон испанец кто толстый чувак которым она платила полагин вот ну вот и то есть ну как бы мы показываем полную непривязанность вообще то есть они что-то общаются ну там там есть такие девки которым ты подходишь они знаешь вот что тут вот насрали я не знаю ну как бы можно да с ними тоже как-то надо общаться ну то есть пишешь если ты будешь туда идти с посылом что мне очень хочется с вами познакомиться то есть это очень херово но сейчас вот не вдаваться фишки и прорекламировать еще раз олега луканова артегу то есть посмотри в ю тубе артега знакомства в клубе там есть дофига фишек прикольных вот он рассказывает я как-то даже залазил сидом для себя смотрел просто да и запись так спрашивает про страх подхода страх подхода но он подъебал понимаешь это там есть какой-то элемент давайте вопрос еще здорово как эффективно разгоняться и отключать а у тебя все еще такая история а ты не пропускал ну прям делал регулярно каждый день не пропускал а мы же те говорили чувак пока ты разогнанный да пока ты разогнанный то есть вот после тренинга сразу да то есть ты ну как бы продолжаешь это делать каждый день регулярно тогда вот эта штука она то есть вопрос времени когда тебе это отпустит то есть мозг осознав собирался то это конечно и очень сильно мозг осознает какой-то момент что все ты несмотря на страх все равно идешь и делаешь он скажет ладно давай вот все я бы я больше тебя не драчу но чувак приходи на разгон тут наш вот можно тебе теоретически много чего наговорить просто лучше не ну не косячить вот тебя на тренинге разогнали раскрутили этот ржавый маховик и ты короче сразу после тренинга перестал его подкручивать отпустил руки он там наш поскрипел поскрипел короче и опять встал тебе надо каждый день его просто 1 1 1 1 1 1 то есть вот есть какой-то момент где ты проебался у нас были что чуваки летали просто вот знаешь там после трех-четырех дней вообще там через неделю звонит все пиздец полная жопа год я вообще ничего не могу хочу существует а я прям с понедельника как тренинг закончился перестал что-то делать вообще как я решил отдохнуть не знаю есть такой чувак там этот саша красивые называю ну вот в твоем случае приходи мы тяпнем просто вот ну как бы вот и при этом когда мы тяпнем после после этого просто обязательно делай самостоятельно тут тебе не говори если тебе сейчас ссыкотно ты вспомни ты же это делал там чё было тогда когда ты делал там как-то проще почему проще ставить чё блять ветер другой был температура воздуха влажность получил получил там не получалось там тебя была внешней мотивации мы тиграли давай иди чувак то есть я никто не спрашивал ну там значит надо найти внутри себя какую-то мотивацию ну чувак ну как бы надо разговаривать не знаю у нас есть эти штуки разгоны для тех кто прошел и проебланил то есть там за два часа мы тебя реанимируем вернем к жизни полностью но если ты потом опять забьешь короче но это вот наши два три дня и ты опять скатился тут самое главное даже не сам тренинг а вот это хотя бы месяц пост тренинговые какой-то вот этой адаптации к жизни чтобы для тебя вот этот стресс стал не стрессом а чтобы это стало какой-то привычкой чтобы ты начал от этого получать удовольствие но потом напомнишь давайте вопросы ребят еще сейчас еще вот потом тебя давай да и папа вроде тоже ничего такой да бася нихуёвый какой а в лес это вопрос сейчас было это что делать в лес гибать всех короче в реке не ну как что-то не знаю выбери кого-то из них одного блять или ими их всех потом как в горах я всю вашу семью ебал короче у меня было такое что например там мне одновременно нравились да там мама и дочка я тогда еще не был знаком с пикапом я понимаю что я бы наверно залез бы на обеих ну как бы может быть не вместе у меня был товарищ который залазил на и маму на дочку как ты как ты ему эту как ты ему это удавалось не помню сейчас было такое что ты подходишь к дочке с мамой и в процессе общения на улице понимаешь что дочка что-то так и ну раны и еще вот мама такая вырубаешь ну и переключаешься на нее ну вот что в твоем случае делать не знаю по не повезло себя чего как ну кто же какой-то такой странный вопрос как бы вот ты предлагаешь мне взять ответственность на то что ты не за выбил по старшинству кто младший короче тогда что вот твоя которая тебе по катка через который ты проник в их дом она младшая или старшая дочь а еще сестра есть а бабушка как-то нет я имею ввиду что ну смотри что делать ты не знаю ну тут еще есть вариант такой что может слово родственники она меня пугает короче вот этот дедушка короче пенсионер суть вопроса в том что делать с этим мне нравится ваша семья не знаю но сделай начни с кого-то одного и ты хочешь универсальный рецепт как трахнуть семью одновременно причем приходишь так и говорит ну ладно ребята понеслась ну начни с кого-то одного и не знаю чего но для такая интересная ситуация кстати ну не знаю я мало я бы нашел еще но я бы на может быть по знаку как сказать подкатил где-то где а когда будет одна вот эта другая сестра еще не опробованы и там но сказал бы ты знаешь ну расскажите а пошлют нахуй всей семьей найдешься найдешь себе другую семью чувак ну то есть как бы ну как бы что ну всякое бывает вдруг да там вдруг вдруг не вдруг скажет нет вдруг не даст телефон вдруг расскажет только кто не рискует тот теперь шампанского зато потом если выебивших всех по очереди благодарность от отца там от мужа точно обеспечить как бы я ты меня сделал короче влядь ты всех троих вы его вывали жаду и двух дочерей давайте переменял ну пробуй чувак но это будет такой очень прикольный опыт если у тебя получится хотя бы двоих из троих то есть это уже будет круто не волос а если попробовать троих одновременно но это класс ли это высший пилотаж это не ко мне он у нас специалист по таким вещам а если ну лично нет ну как бы я за творчеством его в свое время следил то есть ну я когда-то книжки но в целом положительно просто у нас там другая друг другой взгляд на жизнь просто ребята из это на грязь и за рмс а я с ними обязаны искали он долбаю мужик на святого лево да нет я был в самаре только в офисе рмс и был на этом на белке в пикапу в офисе когда-то давным-давно в москве если он еще там этот офис если он еще есть и не развалился пикапа но это не самое интересное мне кажется чем все можно пугать вот это прикольная история уже про семью в лес да нет давайте вопросы ребят еще полчасика будем расходиться там еще ну сейчас полчаса антош ты руку поднимал сейчас 5 прошла это вот наш как сказать привычка мериться хуями хотя все же не люблю мериться с кем-то хуя но если ты организуешь не знаю то давай то есть на это нужно тратить время не знаю у меня все у меня с детства была привычка мериться письками с другими да я все время говорил мне сейчас я вам докажу чтобы говно ну потому что я считаю половину из них большую часть из них долбоебами как бы ну я считаю это вполне справедливо есть кто-то кто там достоин уважения и реально нормальные чуваки которые дело говорят сапор на красочкин артега там ну есть пара тренеров с рмс то есть такие нормальные вещи горит ширин кстати очень умный мужик михаил ширин то есть там еще какие-то там там не знаю грека обут то есть там каких-то такие чуваки ну то есть большая часть тех кто сейчас там на ю тубе скачет с этими пранками подходами ну сейчас зачем кому к эхарду то ли или к то не секс это два разных человека просто не я к нему не имеют наше никакого счастья это было где-то туда или ты что-то твоим начало или что-то черпал ну смотри ты имеешь только откуда появилась моя программа вот это или чё в грузию тольятти может тольятти и грузии это рядом короче короче я прошел вот в книжке все написано то есть там есть вот весь тот путь как я оказался вообще здесь вот вот сейчас то есть я прошел тренинг я вообще познакомился с мишей гринбергом это мой лучший друг которого вот я надо видос выложить мы сняли но никакого не выложим то есть мы в ноябре к нему ездили в германию я его не видел пять лет и десять месяцев вот этот человек с которым мы каким-то случайным образом познакомились и он показал мне вот как это все работает все до этого слышал про тренинги я думал что это для долбоебов после того как он ну просто мы с ним пошли тусить я увидел что он делает у меня вопрос был один куда вообще нести деньги когда это будет и не знаю можно ли в рассрочку потому что меня не было денег вообще ну и там когда ближайшие что то есть вот такая вот хрень потом мы прошли тренинг у красочки в тольятти сначала я был на мастерском потом на базу получилось наоборот на мастере макс после четырехдневного мастера сказал что для рыжего тренинг прошел впустую хотя нихера не так ну просто видимо он поторопился потому что ну как бы человек который не понимает азов пришел сразу на мастер и он тогда я сделал весь этот трэш там один раб хозяин только чего стоил но меня тогда вообще прям вставила ну и соответственно я что-то оттуда взял потом было очень много практики что-то отсюда что-то где-то еще ну то есть вот она как-то из кусочков из кусочков пособиралась давай история про семью номер два да сейчас да ты я хочу начинал общаться в этой ситуации подойдет как он чувак совершенно посторонний человек будет что-то хочет д'артаньян к я их называю таких чуваков и вопрос чем ну говорим как мы не знаю до слива и не не мягко не знаю я считаю что это скажи я бы вообще такое часто бывает когда какие-то продавцы там которым щемит яйцо там продавщицы охранники то есть блять скажи ну то есть ты помни о том что в принципе ну никто не вправе вмешиваться вот тем более если это какой-то став и у меня вот сейчас прямо перед глазами случае там с андрюшей ну андрюши там 40 с чем-то лет то есть такой андрюши такой и медный и мы вот по камергерке там ходили где летние кафешки стоят вот он подходит к девкам и нарисовывается охране которые естественно его а их спрашивают вас все в порядке ну как бы это его работа например здесь можно понять но он при этом как бы нормально там к что-то сказал типа мы вас позовем если вы нам понадобитесь ну что-то такое но тут наш как сказать блять иногда без конфликта не получится но знаешь это и это их косяк ну говори на словах там уважаемый я тебя как бы это не приглашал давай если нужно будет твое мнение ты потом подойдешь ну если тот чувак решил сыграть в д'артаньян до конца то он скорее всего насчет там слышь там чё ну и там слово за слово нахуя не знаю чего у нас тоже разное было но но смотри ну как бы ну блять если если этот случай происходит больше чем два раза в месяц значит что-то надо менять в плане подхода может и берешь девку вот так ишь ты такая прикольная вообще классно помогите знаешь да ладно чё ты влезь до достойчивости хитов давай телефона до того же засидим его таким но может быть если это реально часто происходит значит есть какой-то косяк можете карма такая просто ну тогда не парься что-то какие-то вопросы выдумываете сну такие зачем тебе это если это было всего два раза в своей жизни и пару раз такое было но значит как-то может быть агрессивно выглядит со стороны или просто так совпало давайте еще ребят несколько вопросов а если меня будет дочь прикинь какая подстава то какая да я не знаю чувак тоже ты кстати вообще интересные вопросы задаешь прям без без прикола мне мне нравится я не знаю понимаешь то есть вот допустим лет 20 назад дети в 10 лет там у них был такой-то уровень развития да то есть может ты сам заметил сейчас там они в три года уже хуячит там не знают телефоном он может там включить выключить там ну что что нужно сделать то что я не мне кажется в тот момент когда сын будет интересоваться девочками то есть как бы я пойму что тот период настал ну как бы я даже не знаю я об этом не думаю за как это будет то есть вот красочкин тогда говорил хотел бы написать такой тренинг чтобы вот настолько крутой чтобы я мог своему сыну вот этот тренинг провести то есть вот как бы он должен выглядеть но однозначно я бы его помимо девок там отдал бы в спорт куда-то раньше сначала а потом что-нибудь такое ну то есть такого ну как он будет говорить что там вот там я там с машей пошел гулять там с кем-то еще не знаю у меня такая история была что я лет до 16 лет на рыбалку со спиннингом бегал каждый день у меня он там одноклассники девок ебали короче после дискотеки а дискотеку стеснялся и боялся приходить я со спиннингом хуярил какие девки саша шишин такой у меня есть друг там в этом в селе где у меня родители живут мы с ним как два чувака ну то есть и не знаю как как поймем что вот этому пора значит так и начнем давай сейчас тогда как часто просто я подумал что если там через много лет у меня будет пацан то это круто он там уже упал и мы познакомимся мужик когда-нибудь такие запьем всех есть ощущение что вот придет какой-то парень и говорит я пришел к вашей девочке и ты закончил уничтожить в данной ситуации что я такой парень то есть вот у меня есть подруга вот новый год едем ко мне на дачу на выход она говорит да 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 но я понимаю что по хорошему нужно познакомиться со своими родителями чтобы они знали вообще что за хит забирает ее на дачу и вопрос в том как ну произвести хорошее впечатление то есть я нормальный парень у меня там и образование и работа есть но я хочу чтобы ее бати было от меня более-менее в восторге чтобы он понимал что вот не хочется разбить ему лицо в следующий раз когда он сюда заявится потому что да он стоит на моей девочке вот какие-то мелкие фишки может там что-то подарить может где-то оплатить может там но не знаю но будет как бы вы если ты нормальный парень сам по себе чете вы ебутся из себя что-то строить узнай но про батю например что то че он любит у своей дочери да там не знаю там там что-то может коллекционировать любит футбол не знаю хотя бы почитай как зовут там этих мудаков которые бегут с мячиками ну кому-то по приколу я не знаю ни одного из них на месте знаю еще кого-то аршавина ну то есть я бы как сделал я ну не знаю я вот смотри прикольный вопрос ну если бы меня было очень важно как батя тут еще знаешь как сказать совпадет не совпадет у меня есть такой чувак мой хороший знакомый и может сказать даже друзья не смотря на то что ему там под 60 вот и как бы его как сказать кто женился на его дочери это кто и он ему кто взять ну его взять мой дружбан тоже и получается что они с зятем сидят бухают в бане короче я с ними сижу и разговаривает о том что вот вот этот батя он короче взять удал ключи чтобы он мог иногда ебать там других телок в той квартире короче хотя он женат на его дочери я так подумал нихуя себе вот это взять а там мировой взять вообще вот со своими заебами он со своими а с другой стороны я тут недавно сидел думал об этом подумал блять ну это вообще какой-то перебор на первый взгляд это может показаться круто а с другой стороны ну то есть там зависит от батя пишешь если там какой-то долбоеб как бы ты не пытался то есть ты ему все равно не понравишься а прикол в том что чем больше ты пытаешься тем больше вот это все неестественные палец но узнай я я не на я об этом не думал я бы просто узнал что он любит ну и как-то в этой сфере что-то узнал бы подарил бы купил бы может быть нашел бы что-то из того что он любит что нравится и тебе и ну если ты нормально общаешься нормально коммуницируешься и не коммуницируешь и не мудак то есть я считаю что это ну я перебью вот здесь есть история в книжке про макс это мой бывший ученик он вообще приколистый человек человек просто треша он значит как он знаком с родителями одной девки он оделся в конченого алкаша взял налил в бутылку водки воды там покрасил себе черным зубы ну как будто их нет то есть он прям вырядился как будто он не за неделю бухал там рубашка здесь заправлены здесь выправлены там в носок заправлены это и пошел короче люди по договорились в этот день и там дочка дома ну там мама с папой сделали блять мама прическу сделала там вечернее платье звонок открывает и он ведь но я вижу как у них прям не больнике меняются против причем но дочь которая его уже знала как бы ну как нормального парня она блять начала ржать и она допустим год минут пять ржет а эти все еще не могут понять и они прямо стоят и смотрят влять ну то есть можешь так но это мне кажется это трэш хотя знаешь они на это надолго эту хуйню запомнил знакомство с факерами нет их практически не было знакомств я со своими родителями знакомил а вот тут столько соседей собралось подольск блять такое ощущение чтобы подольская 2 миллиона световых лет просто подольск спутник запустили он через месяц через год будет в подольске ты уверишь и делал только в расстоянии что но съезде в подоль ты хочешь этого загнуть тебя это вообще дрочит это вот ситуация ну съезде но я говорю что вот то у меня нет такого вот опыта то есть я тебе врать не буду можно конечно сесть и прям заморочиться лучше всего когда ты знаешь врага в лицо дастя есть информация о них врага в кавычках конечно и ты исходя из этой информации но чё там блять там ну не знаю даже с этой информации не удастся раздобыть то ты примерно понимаешь что там сколько им лет там что там любит мама что там любит это если ты в принципе придешь там не знаю ну не там с какими то там плюшками ну там не знаю батя там коньяк подаришь на маме какой-то ну все может вы будете в двух сидеть резаться там короче он забьет на свою жену ты на свою девку будете жить вместе будете чего да не парься ну вообще не заморачивайся давайте ребят еще там два три вопроса вот вот и поднимал вот и вот сейчас вот кто подел у кого-то еще будут вопросы прям хорошо подумайте если у кого-то ни у кого не будет вот поднимите еще раз кто хотел спросить ну давайте пока на этом остановимся то что нам еще книжки надо раздать и мне еще поехать полечиться жизнь у нас возрастом пропадает любом случае чего ну возможно не знаю но это очень сложный вопрос чувак то есть смотря с ну как бы с какой точки зрения ты пикапом занимаешься то есть бывает просто чувак пикапит но он встречать какую-то прикольную девку с ней там общается какое-то долгое время ну ему прикольно потом понимаешь что что-то не то да там идет дальше бывает то есть когда он с одной из другой с третьей у него параллельно несколько девок и у него философия такая там от зачетился там не знаю там ну и так далее то есть да тут вопрос как ты к этому относишься но это знаешь какая история то есть если те ну как бы если те скажут да прикинь ты никогда не влюбишься то есть ты теперь это ну не будешь подходы уже знаешь эту хрень попробовал ты никогда это не станешь обратно дрочером но если ты какое-то время там поварился даже что-то я хотел сказать ну это как с бабками не знаю вот у тебя будет много денег ты зазнаешься забудешь про нас там ну вот эти всякие там друзья алкаши обычно говорят нахуй тебе бизнес ты сейчас нам нравишься такой же как мы будешь лучше когда пил до будешь таким то таким то то есть там не знаю будешь циничным как причете деньги не зарабатывать то есть ты пидорас то блять ты не знаю и с деньгами и без них будешь таковым оставаться да то есть если ты в душе романтик то ну не знаю есть всякие штуки там которые позволяют скажем избавиться вот от этой пикаперской херни одна из них это брахмачаре но брахмачаре это воздержание от секса и от анонизма на длительное время до 100 дней то есть ты можешь подходить не подходить но ебаться нельзя как бы ну то есть возможно в этот момент как говорят те кто эти выдерживал вот этот срок ты пересматриваешь вообще все это отношение то есть и например ты хочешь влюбиться то наверное надо эту штуку поделать если у тебя там до этого есть какой-то долгий пикаперский путь чувак я только что тебя увидел здорово че ты послесо ты а ты сейчас так появился после перерыва ли ты там давно уже сидишь а ты который раз уже там был серёг нас а 3 7 8 такие он четыре раза уже семидневку проходил только как вообще она ты сейчас вот ты сейчас с нами или где-то там для прикольно же там было да я помню как вы на матрасе сидели с тобой уже последний день друг где когда столько же охуевали ты просто сидел без для матраса вытаскивал хера чего так помнишь а я прикинь тебя вообще не заметил а чё ты каждый раз тогда опять сидишь каждый раз говорю каждый день на состояние меняется меня заёбывает срыв и новый срыв там другой состоянии вы я когда-нибудь тоже до семидневки доберусь но вот этот чувак он реально ну вот и вообще сложности месяца на полтора уже провел ну то есть если все дни сложить причем да ты же так и живешь в благе да а как как тебя блять не лень и я не знаю ли там ну короче серёга просто получается живя в благовещенске умудряется постоянно мне попадаться в москве и как только не какой-нибудь тренинг там на который иду я серёга там даже мы не созваниваемся вот на герасичеве мы тогда с тобой видеть краде куда не приедь везде серёга короче а ты на спарте же был только не с нами в потоке прикольно ну а ты так кстати чет поменялся ты был похудее прям ты сейчас вроде обратно стал таким прям не туда надо как раз куда бли там такая физуха и это питание хуевый но это надо максу писать пишите то есть как бы подробности все там найдите красочки на у меня в друзьях и напишите ему но однозначно как бы всем рекомендую . так что я просто сижу допустим дайте сами такое может быть такая штука работа да и не надо ничего делать просто сижу то есть внутренне беспокойство автоматично то есть все дела которые мучат опыта результат там еще что-то у месяца как бы на 90 процентов опыта есть посмотрим играть выебать надо побольше и там плюс какая-то энергию что-то что-то происходит но есть вещи которые нельзя объяснить словами я знаю кто меня уже хочет правил 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 все давни уже дружуров в лазни начинают работать они еще не знают я уже знаю кто больше я знаю какие в какие моменты это начинает это ползать культуре антраси тела вкладе себе ногу там знаешь если где-то свои дела а народу много было на 7 не а так сколько а за донешен был в этот раз а 10 дневка была давайте вопрос ребят здорово не машина да И полгода назад он наткнулся на твой видос, спасибо, что вообще ведёшь это, мне нравится твоих мыслей и наткнулся на то видео, я сейчас переформулирую и скажу, что тот результат, который ты имеешь, только он тебе важен, а всё остальное типа хочу, нужно, либо ещё что-то, это какая-то такая мотивация, без результата, и я понял для себя, что чтобы результат увеличить, нужно менять свои привычки, вот подскажи, пожалуйста, из своего опыта, какие главные привычки мешают для эффективного общения с этими девушками с противополным долгом? Ну смотри, привычка обманывать, наёбывать себя, то есть просто она у всех, привычка курить, это всем понятно, о чём идёт речь, или привычка материться, то есть это тоже про меня, или ещё что-то, не знаю, привычка обманывать себя, она у каждого проявляется по-разному, ну то есть, ну это, наверное, самая большая, самая хуёвая привычка, но то есть она, как правило, во всём, с женщинами особенно, то есть она везде, там, ой, я, короче, к ней не пойду, то есть она что-то не очень-то, или там она с наушниками, потом я не буду ей звонить, она не очень-то мне понравилась, что я так просто телефон взял на отвале, хотя тебе хочется, ты просто боишься, там, на свидании тоже, ты сидишь, хочешь её потрогать, не трогаешь, или потрогал, она говорит, чувак, ну там, ты слишком торопишься, ты говоришь, да-да-да, перестаёшь, то есть это постоянно такая хрень, ну то есть, другой вопрос, как от неё избавиться, какие ещё привычки мешают общению с женщинами? Что-нибудь есть, что сказать, Антоха, я сейчас что-нибудь добавлю, потому что что-то не совсем вот прямо, значит, какие привычки мешают общению с женщинами? Тоже такой вопрос, так сформулирован, интересно. Я сейчас что-нибудь накину, надо сообразить, то есть какие могут быть привычки? Ну тут всё может быть привычкой, да, можно это самое, как сказать, в метро, то есть, да-да-да, не про наушники, а про телефон или про какой-нибудь планшет, когда ты садишься в метро и начинаешь смотреть там какой-нибудь фильм, какую-нибудь херню с ютуба, хотя можно было бы, в принципе, от всего этого абстрагироваться и начать там высматривать девок. Ну как, привычка-привычка, тут всё может быть привычкой. Не знаю, привычка ездить на машине, даже, не знаю, там, в соседний дом за хлебом, то есть иногда надо выходить куда-то. Не знаю, привычка играть, блядь, в компьютерные игры сутками напролёт, но тут всё может быть этой привычкой. Может, вопрос надо как-то по-другому сформулировать? Если его сформулировать в положительную точку зрения, то есть, типа, какие привычки помогают общению с женщинами, может быть, вот так? Ну, привычка постоянно смотреть, ну, мониторить, то есть, есть ли эти женщины, как этот, вот этот сурикаты, которые стоят, так и на задних ногах. То есть, если наоборот, то есть, какая ещё привычка? Бля, Антоха, скажи что-нибудь, а? Увидел, понравилось, подошёл. Ну да, ну, понимаешь, как бы от того, что я это скажу. Привычка постоянно общаться с людьми, не знаю, привычка заниматься каким-то спортом или там закаляться или что-то ещё, то есть то, что с преодолением связано. То есть, когда ты на спорте или там, например, обливаешься холодной водой, тебе проще теоретически себя заставить подходить. Привычка. Привычка доводить дело до конца. Потому что у многих такая штука, они берут телефон, вернее, они подходят, а телефон не берут. И вот сегодня был чувак, мы говорим, сколько у тебя номеров? Он говорит, у меня два. Говорит, бля, а что так мало? Ну, говорит, ну так, а ты сколько раз спрашивал? Он говорит, два. Нифига, у него стопроцентная конверсия. А почему два? Ну так, и каждый раз разная причина, потому что я думал, что она во мне не заинтересована, потому что тот, ну ты же можешь спросить, да, то есть привычка, как говорится, ну, попробовать, привычка сделать и, ну, как бы делать попытки. Ну, это, кстати, очень большое заблуждение. То есть люди, как бы, приходят в пикап, потому что они считают, что вот если ты стреляешь в телефоны, то это клево, это вообще верх мечтаний. И это, бля, я даже не знаю, с чем это сравнить. Ну, то есть это как подготовительная штука, я не знаю. То есть если ты купил себе сноуборд, это не значит, что ты, блядь, едешь и на нем катаешься. То есть это, то есть ты хочешь заниматься горнолыжным спортом, ты пошел, купил себе ботинки от сноуборда. И все. Нет, потом кастюр сноуборд, потом кастюр. Да, то есть вместо того, чтобы взять, купить себе все сразу или там пойти. А, у меня нет денег, то есть, ну, то же самое, на девок у меня нет денег. Например, пошел, не знаю, взял в прокат, поехал снежком вот на Красногорске, который крытый горнолыжный комплекс, прокатился и подумал, о, заебись, я уже этим занимаюсь. И мне для этого не надо было много денег, там, по-моему, двушка стоит аренда или что-то такое. Ну, то есть такая привычка не наебывать себя и привычка доводить до конца, делать попытки. Как вот парни из БМ тоже говорят, сделайте попытки. То есть ты попытался там построить какой-то бизнес, у тебя не получилось. Еще, еще, еще. А иногда бывает как назло, блин, не знаю, все девки тебя посылают нахер там или что-то еще в жизни не ладится. Ну, такой тоже, блин, широкий вопрос какой-то. Давайте еще там у кого-то было. И, получается, уже мы где-то в год знакомы с ней. И поначалу я ей, ну, сказал то, что она нравится мне эту тревогу и пытался ее целовать. Но она сказала, ну, у меня отмазка, и сказал, типа, что мы еще мало знакомы и все такое. Потом, здорово, когда мы уже с ней гуляли, она тоже сказала, потому что мы тоже отмазка. И сказал ей потом, я решил, что в том, что с ней перестали общаться с ней, и просит связь в том, что она на поле других, но как-то больше не означает, и другие никак не представляют с ней. А сколько было других, чувак, в плане секса, отношений, там, свиданий и так далее? Зачастую их не... А? Секс еще нет. Ну, блядь. И суть вопроса в чем? Суть в том, что, ну, как мне сблизиться с ней. Ну, взять и сблизиться, то есть как? Ну, блядь. Смотри, она приходит на свидание, я, на свидание я, значит, все хорошо. Если она говорит, не надо меня целовать, это опять же вот из той же истории, что она складывает себе ответственность и так далее. Ну, как бы, типа, я пришла, а вот тут вот я буду выпендриваться, как та птичка, которая съебывается от этого голубя. Может быть, такой, просто не с кем как бы погулять и... Блядь, нет, конечно. Да, кто будет? Вообще не с кем. То есть она как, она жирная, у нее усы. Нет, тогда почему ты решил, что ей вот кроме тебя не с кем погулять? Это вопрос твоего отношения к себе, чувак. Может быть, просто прикольно общаться как твои... Ты думаешь, ты один такой у нее, вот кто с ней там общается и так далее? Если девка красивая, там, как правило, ее заебывают вниманием там и ВКонтакте, и по телефону, и на работе, и в учебе и так далее. Ну, то есть, смотри, она слилась, потому что ты не продолжил, ты не перевел это общение в горизонтальное, ну, можно иногда вертикальное еще трахаться. То есть физиологическое русло, ну, не сблизился с ней. Ты еще говоришь, что мне сделать, чтобы ту ситуацию вернуть? Ее можно вернуть, но, как бы, гораздо проще, эффективнее для тебя будет найти себе там несколько других там или другую. Поскольку ты говоришь, мне никто больше не нравился. Понимаешь, если бы ты сейчас сказал, что я после этого там за, там, не знаю, допустим, три месяца, у меня в постели в плане секса, там, или в плане поспать с девушкой, там, съездить с ней куда-то, я не знаю, на прогулку, или перетащить коробки с какой-то херней у тебя на даче. Ну, то есть, ты их вовлекаешь в свою жизнь. Если бы ты сказал, что у меня было еще там какое-то количество девок, и мне все они не нравятся, все они говно, вот та прикольная. Тут, скорее всего, причина в том, что отсутствие выбора. Скажи, что, Антоша, про это? У них у всех одна и та же история, блядь. Ребят, здесь, короче, супер экспресс-тест, как понять ваш вопрос, он прям реальный, потому что, ну, часто говорят, вот мне неудобно спросить, допишут кому-то в контакте, мне, Володе, и так, куда-то приходят. Вот как понять этот вопрос, он реально имеет место быть, и он дрожит. Представите себе этот вопрос, и потом думайте, вот если бы сейчас у меня было просто четыре девушки, я бы еще познакомился, мог подходить, там, не порядок. Меня бы волновал этот вопрос, или все-таки нет? Это просто к разговору о том, что, ну, вот, все вопросы в стиле, чем ей написать, чем мне сказать, она ответила вот это. Ну, когда завышенной значимости, повышенное внимание. Завышенной значимости одной девушки. Просто вот самый простой совет, начни подходить на улицу. Просто настолько меняется все. У тебя есть, ну, допустим, четыре девушки, которым ты пишешь, они там отвечают охотно, ты представляешь, встречаешься, секс. Еще четыре, с которыми нужно просто... Ну, ты сейчас, понимаешь, ты сейчас это в состоянии понять на каком-то определенном уровне. То есть, глубже оно не пройдет, чувак, пока ты не сделаешь это. То есть, он говорит абсолютно правильные вещи, но это... Блядь, это то же самое, что если ты никогда не пробовал лимон, как я тебе объяснил, насколько он кислый? Ну, как бы, ну, Антош, я тебя перебил, извини. То есть, смотрите, если вот, например, вот... Короче, как только вы начинаете много знакомиться, вот прям много, много это... Это немало. Ну, хотя бы в неделю телефонов пять таких с хорошим контактом, я имею в виду. То есть, вас запомнили, с вами общаются, берут трубки. Потом переписывайтесь там что-то, как твои дела. Телефон в неделю, да? Вообще пропадает вот это вот дрочерское какое-то мышление, там, через несколько недель, типа, что, нахуй не ответил, и хрен с ним, потому что четыре года отвечают, перестаешь фокусироваться на том, что это как бы плохо. Ну, кто-то из них там где-то, да, не вызванился. У тебя есть еще, там, завтра будет еще, как бы, тут в этом и... Да, самое главное научиться брать еще, когда вы понимаете, что есть, ну, так называется, какой-то вот вишок, куда-то руку засовываешь, там, ну, сколько ты достаешься, сколько надо. То есть, вот появились свободные выходные, не должно быть такого, девушки, блин, у меня нет девок, чтобы с кем-то провести субботу. Они должны быть по-любому, то есть, если их нет, иди и знакомься. Вот это то, к чему нужно прийти, то есть, да. Смари, если бы, если бы у тебя была, допустим, красивая, очень прикольная девка, с которой уже все есть, и она у тебя там сидит, тебя ждет дома, ты даже с другими будешь знакомиться иначе, то есть, тебе будет немножко больше похер на результат. Если там будут отказывать, то есть, если это действительно стоящая девка, которая у тебя уже есть, ты будешь по-другому это воспринимать. Ну, блядь. И в то же время, если у тебя есть красивая, классная девушка, и ты продолжаешь знакомиться с другими, ты с ней будешь общаться лишь для нее. Другая история. Тут вот еще был вопрос. И давайте будем заканчивать. Да, я быстренько. Да не торопись. По поводу не своего страха, а страха у девушки. Ситуация следующая. Разных социальных уровней. Я, в принципе, себя неплохо чувствую. У нее такие машины и работа, и, в принципе, все неплохо. Но у нее это прям high level, и семья очень-очень-очень себе богатая. Ситуация в чем? Мы уже где-то полгода вместе, встречаемся, все хорошо, и садимся, и все остальное. В момент, когда я уже хочу, ну, что-то больше, да, там, вместе начать жить, или что-то, ну, куда-то двигаться еще дальше. И у нее страх того, что она видит в меня, по мне, перспективу. То есть я молодец, я умный, красавец, и все окей. В принципе, увеличил свой доход со временем, но у меня нет такого, что я могу за короткий промежуток времени в 10 раз там смакнуть вперед. Я не могу до нее добраться. Ее уровень – это ничто, потому что сама она, по сути дела, ну, ничего к этому уровню, никакого отношения не имеет. Да, не имеет. А откуда ты знаешь, что у нее есть какой-то страх над темой? Мы говорили по этому поводу. Нет, давай, ну, то есть, смотри, в чем суть вопроса, и откуда информация про страх. Информация из разговора, то есть она боится потерять то, что у нее сейчас есть, потому что ее седня не примет меня. Она сказала так. Да. Она реально боится того, что у нее сейчас есть, она реально привыкла к этому очень сильно. Она в этом с детства не разрушила. И потерять это, хотя все будет неплохо. Нет, ты что, с чего все это началось? Ты говоришь, давай жить вместе. Она что говорит? Она говорит, вопрос такой, что она не может реально сейчас уйти из дома, там, и как-то начать жить, потому что это слишком серьезно, и она не хочет терять, что у нее есть. Ей 24 года. А почему она должна потерять то, что есть? Ну, потому что ее семья не примет, и обвяжет все узлы, и все как... То есть прямо она сказала, что у меня батя сказал, что, блядь, если ты выйдешь замуж за нищеброда, нахуй, короче. Ну, нет, я не еще был. Я сейчас, ну, ты понял, о чем я, то есть... Да, в первую, да. Ну, а может, как бы, на самом деле, так сказать, если ты реально был бомжом там с улицы, боярышник, то нет, может, просто как бы на самом деле все не так плохо, или что, ну, ты же сможешь ее содержать там и что-то еще. Да, 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 вполне. Тогда, ну, еще раз, и в чем там... В чем вопрос, она реально, она не хочет быть вместе, да, то есть со мной лично, и не хочет... Не, смотри, это вопрос, мне кажется, вопрос доверия тебе какой-то, потому что, если я тебя люблю, и вопрос ее отношения к тебе искреннего, истинного, потому что, если, как бы, девушка, ну, как мне кажется, любит мужчину, то, что бы там, кто ни говорил про современный мир, все равно, вот, какие-то финансовые моменты, они отпадают на второй план. Потому что, если она его любит, она знает, что у него есть перспективы, все будет. Ну, сейчас просяду, блядь, не знаю, день не на Лексусе, там, не на Май, не знаю, блядь, не на Каене покатаюсь, год вернее, а там на Шкоде Октавии, блядь, ну, это, как бы, я знаю, что чувак сейчас это всплывет, и я его буду этим со мной мотивировать, вдохновлять, и все будет у нас зашибись. То есть, ну, какой-то вопрос доверия к тебе, то есть она бы, ну, если бы она тебе прям, вот, пиздец, как любила, она, мне кажется, доверяла. Ну, хотя это, опять же, только сейчас, я просто пытаюсь думать вслух. И вопрос, вот, отношение к тебе, то есть, ну, можно поговорить, спросить, хорошо, что мне сделать сейчас для того, чтобы, как бы, ну, ситуацию решить. То есть, я хочу, чтобы мы жили вместе, например, то есть, там, у тебя родители прочь, то есть, ты же не, ты им скажи, что мы пока не женимся, мы просто попробуем, например, можно же так? Если бы она сказала им, что я выхожу замуж за этого чувака, может быть, да, то есть, там, батя скажет, она охуела. Если она скажет бате, батя, я хочу пожить с чуваком, попробовать, да, как бы, не знаю. Там армяне, что ли? Нет. Я думал, ты армянин просто. Я армянин, да, да. Ха-эс? Ха-эм. Бак-фэ-цэс? Че? Че? Кханитариканис? Кханитариканис? Двадцать? Двадцать пять. А, двадцать пять. Это. Че говорил-то, блядь? То есть, я считаю, надо разговаривать, короче, блядь, ну, как бы, вот, ну, то есть, попробуйте, типа, скажи, может быть, мне с твоим батей поговорить, то есть, типа, там, приехать, сказать, там, здравствуйте, вот я хотел бы, ну, там, давно встречаемся, вся хуйня, то есть, ну, как бы, ну, какие-то действия туда предпринять. То есть, еще раз сформулирую суть вопроса коротко. В чем был вопрос? Вопрос, она мне озвучила свой страх, что она не хочет терять то, что у нее есть. Она реально боится этого, она не сможет. Не сможет, блядь, ебаный в рот, сука. Люди в лягушек ели в блокаду Ленинграда, она не сможет, да. Тогда вопрос, получается, смотри, поговори с ней так, скажи, для тебя что важно? Быть со мной или, не знаю, жрать там, блядь, сладко, там, не знаю, пить вкусно там и так далее. То есть, и жопу греть на своем, там, каении, например. То есть, это вопрос в том, что ты не доверяешь, ты считаешь, что я тебе через год, там, эту жизнь, там, не смогу обеспечить или что. То есть, если ты моя любимая женщина, значит, ну, как бы, блядь, это само собой разумеющееся, что я там максимально буду стараться делать ей комфортно. Понимаешь, как бы, вот как там, там, Осипов и Рискока говорил, чтобы 400 тысяч в месяц хватает. То есть, понимаешь, ну, есть все равно какая-то планка, ну, как бы, что там она, блядь, делает, не знаю. Что, ее рабы носят вот так вот, блядь, в этой, в тележке. То есть, в любом случае, какая-то финансовая планка, которая позволяет закрыть любые потребности телки. Ну, там, она ходит, блядь, в маникюр делать, там, не за 5 тысяч, ну, я не знаю, сколько это стоит, допустим, не за 5 тысяч рублей, там, а за 20, блядь, тысяч рублей, там, ну, пиздец, там, не знаю. Ну, так или иначе, там есть какая-то конечная планка. То есть, где-то можно просесть, ну, я считаю, и сильно не обломаться, блядь. Ну, то есть, не знаю, спроси, сколько денег тебе надо на жизнь, блядь. Ну, мне кажется, там вопрос вот именно отношения ее к тебе. То есть, может быть, на самом деле, та, не так-то ей и хочется, блядь, вот этого. Понимаешь, как бы, вспомни, там, какой-то Ромео и Джульетта. Я не хочу сейчас тебе, ну, там, насрать тебе в душу настроение испортить. То есть, ну, вспомни, вот там, Ромео и Джульетта, да, ей тоже там же что-то родители сказали. Если ты, типа, с этим чуваком, то нахуй. И там любовь, там, вся эта хрень такая, ну, мне кажется. Ну, то есть, выходов много, ну, надо поговорить с ней вообще, типа. Ну, понимаешь, как бы, если, типа, например, мне скажут, вот, любимая женщина. Ну, для девки любовь вообще очень важна, вернее. Ей говорят, вот мужик, которого ты очень, там, любишь. Или вот, там, не знаю, плюшки, блядь, там, салоны красоты, какая-то хуйня, которая, опять же, от нее отказываться не надо, ты же способен. Будешь, там, купить ей шубу, не знаю, если надо, там, что-то ей, там, блядь, дать денег, там, на ресницы, там, платьишко купить. И если я скажу, ну, его нахуй, я хочу, вот, не знаю, ходить в салон красоты, то, значит, что-то там как-то есть. Ну, короче, призадумайся, поговори с ней. Спасибо. То есть, ну, такая интересная вопрос, кстати, вообще, ну, нормально. Короче, ребят, да, давай, а что у тебя за вопрос? Ну, вот, сейчас начнется, Олег, надолго, блядь, это Олег, надо послушать. Короче, вот, количество дроческих вопросов, получается, пропадает с возрастанием количества вот этих вот общений, контактов, там, ежедневеки, это правильно? Да. Суммарно, что, наверное, да, всего. Суммарно, что, в принципе, из каждой одежды взятой девушки, ну, как бы, количество разрешенных замороченных дроческих задач, как бы, сводится к мячу, то есть, и проще, проще, проще. Но интерес, как бы, все одинаково, меньше и меньше. К чему? Интерес куда? Интерес к чему? Какой-то определенный? Да, определенный, потому что вывести совсем проще, и минимум, как бы, интерес, и какая-то зацепка, она, как бы, сводится к рулюру, то есть, минимальный интерес у тебя совсем, и все. Почему, чувак? А тебя не зацепляет, просто получается, ну, то есть, ты не играешь одну с кем, а, там, не знаю, прожить, прожить, как бы, да, пропустить, а у тебя, как бы, вару, прислушка не получается. Ну, это разные вещи. Смотри, если я люблю играть в футбол, и когда я стал профессиональным футболистом, ну, я там какой-нибудь Аршавин, что, блядь, мне перестало интересовать футбол или что? Нет, я к тому, что, допустим, а... Мне легко это дается, я забиваю голы, я охуительно, там, раз, 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 ну, то есть, это же, ну, как бы, это никак не связано с тем, что я потерял, блядь, мне стало легко, да ну, нахуй, это футбол, пойду в хоккей. А у тебя еще там 5, и они тебя не заморачивают, как-то, ну, и хрен с ней, как бы, у меня там еще 5, и они, ну, то есть, я с ними не заморачиваюсь, как-то, как бы, все, уходишь, как-то, я с тобой выше уже, то есть, ну, я не общаюсь, потому что у меня там еще 5. Ни хуя, смотри, здесь вопрос выбора, то есть, вот, ну, как, смотри, в чем плюс пикапа, то есть, если кто-то скажет, что вот, вы там не можете влюбиться, то есть, ты можешь получить какой-то выбор, и получив выбор, ты более трезво и здраво, как бы, и правильно выберешь ту, с которой тебе хорошо, по каким-то критериям. Плюс у тебя сформируется образ женщины, ты пообщался с пятью, ты понял, что вот Таня прикольная, когда трахается, там Маша классная, пошел в жопу, ладно, я угораю, Маша там такая-то, когда это самое, ну, там, в чем-то в другом хороша, там, Лена такая-то, такая-то, то есть, и у тебя формируется какой-то образ, ну, то есть, какие мне, то есть, что должно быть в той женщине, которая мне нравится, что должно быть в моей идеальной женщине. И это либо у тебя в голове, либо на бумаге, и тогда, когда у тебя четкий образ есть, ну, то есть, ты говоришь, я хочу машину, Вселенная говорит, какую, ты говоришь, ну, блядь, классную, ну, то есть, это не критерий какой-то, понимаешь, если ты говоришь, я хочу белого цвета, там, Ладу Приору, не знаю, на это, на арбузах каких-то, с номером, там, 777-05-регион, там, то это, ну, она быстрее придет, то есть, я, еще раз, в чем был вопрос? Олег, вот ты, да, любишь усложнять, блядь, хорошо, ты был в той ситуации, когда у тебя дохера девок, то есть, и ты сейчас говоришь о той ситуации, которой у тебя не было, и пытаешься ее засрать. Да, нет, была ситуация, что вот я вот на ней как бы заморочился, короче, начинался, я вот эти вот придумывал, тебе такие вещи, ну, как бы, а, там, 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 в итоге, то есть, я в итоге, то есть, как бы, задавал вопрос, ну, то есть, я дальше заморачиваюсь, и, как бы, я тебя там, ну, то есть, пытаюсь понять, как тебя в итоге, ну, все, ну, ничего. Чувак, хорошо, смотри, вот с нашей последней крайней консультацией, там у тебя было несколько телефонов девок, которые вызванивались, с ними что-то дальше продолжилось, или так и все осталось, вот как бы на уровне заморочиваясь, заморачиваясь, заморочился, то есть у тебя вот это постоянная хрень, ну скажи честно, тут все равно никто тебя не знает. Почему? У тебя секс с ней был? А что не пошло? Ну то есть я дальше, нет, что не пошло дальше, она ушла от тебя? То есть как бы, нет, она мне не звонит. В смысле, блядь, еще раз, вот смотри, вот у вас с ней был секс, и после этого она тебе не звонила, и ты говоришь, я тоже не буду звонить, так что ли? Я как бы, я звоню, то есть девка не звонит, ну и пошла, да. А, и типа ты подумал, нахер у меня такая девка, да, и это. Ну, значит, что-то есть какой-то косяк, что типа недозаинтересовал, и секс здесь ни при чем. Ну, опять же, ты говоришь о двух женщинах, с одной из которых у тебя что-то было. Ну то есть в чем вопрос? А ты пока разрезай, Антош, эти. Да, да, да. И как бы еще, ты себя решаешь, что я сной еще как бы пытаюсь что-то или нет, а ну как бы она тебе в моменте после секса еще больше, интересно, интересно. И ты понимаешь, ты была хрен с ней, у меня еще там еще пять как-то шапки, вторую наслечиться. Почему хрен с ней, если из пяти мне интересно вот это, я буду с этой общаться. Ну тут есть вопросы, косяки, что ты не знаешь, как решить, ну ладно, хрен с ним как бы. Как решить, либо мне, блядь, нравится вот это, а вот эти не очень. А вот эти я еще не знаю, будут они нравиться, нет, если еще не сходим. Пробуй, чувак, не знаю, что ты хочешь, что ты хочешь в этой ситуации. Тебе нравится заморачиваться, то есть ты сейчас сам себя спросишь, что мне в этой ситуации важно. Нравится это, пойду с этой, не нравится, хочу этих попробовать, пойду этих пробовать. Как бы я вот ее хотел, я не получил. Получишь другую, чувак. Вот в этом ты делал, ты хотел это, но не получил. Сука, а, жизнь такая. Я хотел в детстве ножичек вот этот, блядь, который такой выдвижной. И, блядь, я его получил тогда, когда мне нахуй не постучался. У меня есть такая хрень. Я хотел поступить в экономическую академию в Самаре. Я проебал в три потока, поступил в энергетический колледж. Не знаю. Я хотел Porsche Panamera в новом кузове. Сейчас езжу на Audi A5, блядь, не знаю. Я хотел бы чаще видеть своих родителей. Ну, то есть, смотри, прикол в том, что твоя ситуация исправима. То есть, ищи, и ты найдешь ее, понимаешь? Но если ты вот, как бы, с того времени там была всего одна девка, как ты найдешь? То есть, вот ты вместо того, чтобы делать туда какие-то шаги, ты заморачиваешься. Заморачиваться удобно, потому что, то есть, создается эффект какой-то иллюзии, что что-то есть, какие-то мысли, какое-то действие. Я вот в этой ситуации. А по факту физических ходов туда нет. Лучше, блядь, сделать, а потом уже, ну, заморачиваться. То есть, а ты реально заморачиваешься. Я так и не понял суть вопроса, чувак. Но в том-то и дело, что как бы ты, друзья, понимаешь, ладно, я там с ней буду дальше пробовать. А я один не понял суть вопроса, блядь. Не, вот честно, я не хочу сейчас, вот, блядь, вот просто это, ну. Олег, в чем, в том-то и дело, что что? Ну, то есть, получается так, что в тот момент, когда у тебя возникает вот этот заморочек, то я говорю, ладно, хрен с ним, у меня же еще будут, как бы, я же еще буду. Вот, имеют в виду, что когда у тебя одна девка, то ты прикладываешь много усилий, чтобы с ней быть. А когда их... Нет, ну, как бы вот она у тебя в моменте, то есть, она у тебя как бы по развитию больше, то есть, ты с ней уже как бы подравшись, она у тебя... Тихо, 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 тихо. Нет, а с остальными у меня когда-то все перелизы, там, свидания и так далее. И? И в последующем, как бы, ты себя понимаешь, ну, вот я с этой дальше, там, допустим, пробую, там, отношения, там и так далее. Или вот у меня сейчас заморочка возникла, я не знаю, как бы... А что ты хочешь? Я как бы ее... Ладно, если мне, как бы, ну, заморочка возникла, я не знаю, как сказать, спыть, ладно, я тогда на нее запью. У меня же еще есть, как бы, вариант. То есть, получается, я в этом могу, понимаешь, что если у меня нет... Нет, еще раз, и тебе очень хочется вот с этой девкой быть. Если очень хочется, ну, перешагивай через эти заморочки, делай туда еще что-то, пока не добьешь ее там до конца. Ну, вот ты не добиваешь, не добиваешь? То есть, пикап виноват, что ты не добиваешь, блядь. А я один только услышал раз 15 слова заморочкой, ну, там, во всяких проявлениях там... Параш, ты это знаешь, ты не знаешь? Нет, я сейчас тебе о чем говорю, что ты реально, ну, как бы, ну... Если ты не знаешь, как я могу знать? То есть, ты что хочешь, сядь и напиши. Я тебе, помнишь, давал задание написать? Я написал же. А ты скидывал мне? Конечно. А я, пидарас, такой не смотрел, блядь. Ну, ты бы напомнил, чувак. Ну, я могу где-то упустить. То есть, тем более, по-моему, в тот день я как раз улетал в Таиланд, да? Там уже был в Таиланде. А, ну, вот там было не до этого просто. Ну, напомни еще раз. Позвони потом, не знаю, поговорим. Вот, скажешь, я тебе скинул. Просто сейчас я реально не понимаю, что ты хочешь. Вот я только слышу слово заморочка, заморочка. Ты реально слишком заморачиваешься. Нравится – делаешь, не нравится – не делаешь, мужик. Потом ты и делаешь. Ладно, смотрите, ребят, на этом все. Физически... Нет, нет, всем сидеть, всем оставаться на своих местах. Погодите, да, давайте, чтобы не было хаоса. Мы сейчас как-то раздадим книжки, а потом уже что-то там будем закругляться. Спасибо.